РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО야 РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО ХОДА РАЗВИТИЯ СЕВЕРОТНОГО. предложения республики в проект закона о развитии Арктической зоны России. Из 34 районов Якутии 13 расположены и за Северным полярным кругом, однако из них в состав Арктической зоны России входят только 5, имеющих прямой выход к Северному Ледовитому океану. В Ниенском автономном округе идёт подготовка к третьей международной конференции Евроарктика-2015, на которой будут обсуждаться перспективы разработки углеводородных месторождений в Арктике. Главной темой международного форума станет освоение месторождений арктического шельфа, а ключевым мероприятием – круглый стол, посвященный углеводородному потенциалу НАО и прилегающего шельфа. Участники встречи обсудят также вопросы экологической безопасности при разработке нефтяных месторождений в Арктике. В конференции примут участие представители научного сообщества нефтегазовых предприятий органов власти. Своё участие в форуме подтвердили фонд «Сколково» и его нефтегазовый центр, технологическая платформа технологий добычи и использования углеводородов, Институт химии и нефти Сибирского отделения РАН, Северный Арктический федеральный университет. Конференция Евроарктика проводится один раз в два года. Первая конференция прошла в округе в 2011 году при поддержке Минэнерго, Минприроды и аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. На форуме принимаются решения о путях развития арктических регионов. Например, разработан пакет законопроектов о налоговых льготах, включающих в себя пониженные ставки по налогу на имущество и налогу на прибыль для компаний-недропользователей. К 2025 году Россия создаст орбитальную группировку из 17 спутников гидрометеорологического и природно-ресурсного назначения, которое будет отвечать минимальным информационным потребностям государственных ведомств. По словам заместителя руководителя Роскосмоса Михаила Хайлова, группировка спутников природно-ресурсного назначения будет создана на базе трех аппаратов ресурс ПМ гидрометеорологического назначения также из трех аппаратов. В их число войдут метеор ПМ и океанографический аппарат Океан. Кроме того, на высокоэллиптическую орбиту планируется запустить четыре аппарата Арктика, сообщает ТАСС. Это позволит практически полностью закрыть потребности России в гидрометеорологических данных, а также создаст условия для переговоров с зарубежными партнерами благодаря потенциальной возможности обмениваться информацией. Оленеводы Ненецкого автономного округа открыли первый в стране современный модульный убойный пункт отечественного производства. Модульный комплекс располагается в районе поселка Хариягинский в непосредственной близости от оленей Пазбищ. Цикл производства в тундре будет практически безотходным – от забоя до первичной переработки шкур, субпродуктов и вакуумной упаковки продукции. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, подобные комплексы установлены на Чукотке, Ямале и в Мурманской области, но все они европейского производства. Ненецкий модуль – первый, при изготовлении которого использовались преимущественно отечественные комплектующие. Убойный пункт в течение трех месяцев возвели оленеводы кооператива «Путь Ильича». Объем инвестиций в проект составил более 70 миллионов рублей. Это собственные средства кооператива и средства, выделяемые округом в качестве субсидий на производство конечного продукта. Проектирование и установку осуществила подмосковная компания «Примус Интер Парес». По словам председателя хозяйства Татьяны Лагейской, убойный пункт, находящийся в непосредственной близости от Пазбищ, решает проблему своевременного начала убойной компании. Ведь в последние годы из-за климатических изменений, слишком теплого ноября и декабря, убой длился вплоть до февраля. Своевременный старт убойной компании помогает сохранить от перевыпаса пастбища и не дает животным потерять набранный за лето вес. Новый убойный пункт позволяет перерабатывать 250 голов в смену. Многоуровневая система охлаждения сохраняет нежный вкус и сочность свежего мяса. Онежский полуостров станет полигоном для научного эксперимента. Возобновляемые источники энергии впервые будут применены в Национальном парке Онежское поморье в Архангельской области. По гранту программы развития ООН и Глобального экологического фонда в Национальный парк Онежское поморье были приобретены универсальные энергетические комплексы, состоящие из ветрогенераторов, солнечных батарей, аккумуляторов и дизель-генераторов. С использованием ветра и солнечных батарей вырабатывается электроэнергия, происходит зарядка аккумуляторов, а в случае недостатка энергии включается дизель-генератор. В условиях труднодоступных мест Онежского полуострова, куда зачастую можно добраться только на недорожной технике, сама жизнь заставляет искать альтернативные традиционные источники энергии, говорят сотрудники Национального парка. В следующем году мы запустим в работу имеющиеся у нас энергетические комплексы. Протестируем их и будем в дальнейшем стараться максимально использовать возобновляемые источники энергии на территории Национального парка. В свою очередь министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Донской подчеркнул, реализация задач в области энергоэффективности, переход на замкнутые циклы производства должны стать одним из приоритетов для российского бизнеса. Арктическая экспедиция «Лада Лайк» стартует 15 января 2016 года в Тольятти. Шесть участников экспедиции на двух автомобилях «Лада Арктика» отправятся в путь, который, как они полагают, займет 21 день. Маршрут команды «Дикари» будет пролегать от Тольятти до Варандея и обратно. По словам Сергея Родина, план путешествия на Крайний Север родился в конце октября в Ярославле на форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России». Свои идеи о том, что необходимо внедорожнику для арктического путешествия, высказывали талантливые школьники со всей России, которые приехали на форум. Сергей Родин подчеркнул, во многом предложения ребят пересеклись с планами команды. В частности, участники форума предположили, что «Лада» понадобится двигатель, который сможет заводиться при температуре минус 50 градусов, топливный бак увеличенного объема, замкнутый цикл теплообмена, 25-мм специальная изоляция, генератор для выработки электричества, современная радиостанция, а также кресло-кровати, в которых можно будет не только с комфортом работать, но и спать. Именно так и дооснастят машины для северной экспедиции. Российский внедорожник «Лада» производят на автовазе. С января по октябрь 2015 года, по данным предприятия-производителя, было продано 30 265 автомашин. Ямал стал самым привлекательным направлением российского туризма. В Москве состоялась церемония вручения наград журнала National Geographic Travel за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха 2015 года National Geographic Traveler Awards 2015. С июня по ноябрь на сайте журнала проводилось онлайн-голосование по различным номинациям – от пляжного отдыха до гастрономического туризма. В нем приняли участие более 240 тысяч человек. В номинации «Российский туризм» победителем голосования стал Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает пресс-служба губернатора округа. При этом арктический регион опередил такие признанные туристические бренды России, как Камчатский край, Иркутскую область, Республики Алтай и Карелия. Напомним, ямальские туристические компании реализуют этнографические водно-пешеходные туры, программы социального туризма, охватывающие детей-сирот, инвалидов, граждан пенсионного возраста, а также специализированные туристические программы для школьников, студентов и ветеранов. За 2014 год Ямал посетили более 54 тысяч туристов, в том числе более 2,5 тысяч иностранных. В первой половине 2015 года в округе побывало 35 712 человек, включая 1385 иностранцев. Это вышло аналогичного показателя прошлого года на 30%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова